а мешай какие дела ты вчера вот нами кино не смотрел ну чё начну с того что во первых хочется выразить респект гейму отдельно майкеру во первых это финансирование и проведение освещения кучи турниров паваркрафтов которые играют как саня так и я сейчас я знаю гудгейм активно а также проводит турниры по mortal kombat 3 которые я также часто поддерживают поэтому майкеру всегда респект на гудгейм по-прежнему у нас вроде какие-то трансляции там иногда идут что-то кого-то того всем ребятам здравствуйте майкеру тоже от души за то что нас посадил принял за этот стендик я кстати тоже если бы стримил посадил бы кого-нибудь а сам пошел отдыхать да 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 а я стул вместо себя отхожу просто стул и поезд и все и онлайн даже не падает нисколько если есть если есть какие то вопросики у вас допустим по стримфесту это соответственно карме куала вы думаете знаете это саня будешь я герой третий стрим если есть вопросик спрашивать посмотрим смотрю фиксельного уже закидывает топовый видос мы на стримфесте сегодня у нас встреча с подписчиками вдруг вы тоже на по на стримфесте в 16 по москве в капсуле до 2 будет встреча где можно быть подойти пообщаться рассказать о себе что-то типа такого да мы какой-то извините пожалуйста так нормально нормально так слышно хорошо так что такие дела в целом в целом саня вот только зашел на стримфест я вчера был тут вот этот шнурок просто мешает нормально нормально чё там в чате читал народу нормально движуха идёт кстати на удивление дофига народу с пцртсом либо с qr-кодами да могло быть и меньше вчера было еще больше народу сегодня чуть посвободнее но это как бы даже к лучшему на самом деле так что такие дела вопросики чё там сами видно чё там вопрос когда давай давай я не вижу что должен сделать gg чтобы вы на него перешли ну во первых это не что должен сделать gg а скорее всего что должен сделать twitch потому что партнерское соглашение заключено с twitch и мы не можем его нарушить потому что мы уже его контракт подписали типа и понимаешь да в чем прикол типа вообще для стримера прикольно стримить на все платформы сразу потому что ты собираешь всю аудиторию нигде ничего не теряешь но из-за партнерских соглашений верно ребят можно мое лицо как бы это пожилое лицо мое не скидывать на весь экран а то я немного некомфортно себя чувствую абсолютно верно потому что ребята партнерское соглашение с твичом запрещает стримить на другие платформы а так как и сани и я являемся партнерами твича соответственно и сами мы это партнерское соглашение подписывали поэтому вот такие дела будь им это любовь будь гейм это некий такой андеграунд и движуха наговаривали в видосе про шрека вот гейм из лав гейм из лайф верно верно и за этим каналом активно следим поглядываем но к сожалению стримить туда не может еще насколько я знаю гейма нету технической возможности стабильно такой онлайн вот если допустим сашка перейдешь это на трансляцию 6 тысяч там с этим тоже некий проблем я честно говоря не знаю но сомневаюсь а да надо у мишки расспросить что там они пришлось там делали не делали я думаю по сервакам типа там все пол должен не докажет давай еще чем-то 15 к держит онлайн это общий типа вообще на весь гудгейм это здесь тика держали чат-то держал пишите то плюс чат-то держал мы это мы это кто держал не ну слушай у макера то вроде идет чат хотя бы это круто ребят гудгейму привет еще разок многие думают что там твич не твич гейм это всегда в сердечке фильмы смотрит на гудгейме блин это кстати никому не говорить никому не говорите об этом никому не говори но я болею за тебя чат какой игре невозможен спидран но очень хочется по всей игре возможно спидран вообще по любой вопрос времени да но просто зависит от категории даже блять по доте сделали спидран типа есть пидран на концовку типа есть короче игра называется ее называют чешский horror короче какой-то я забыл как он называется симулятор садовник короче чешский где ты там травку собираешь там прочее 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 и вот в ней можно прямо со старта игры развернуться и пойти в обратную сторону у тебя будет плохая концовка типа она блять 10 секунд ну понял ну да ради такого прикола такая же недавно но пожалуйста развлекайся как хочешь понимаешь в этом все в этом и все спидруны как бы и делаешь то что хочешь никто тебя не заставляет по полюшу конкретировать до сани немножко перебью чуть-чуть смотри я вот так считаю ответ примерно да вот как ты думаешь что спидран можно провести в принципе по любой игре на вопрос надо ли его проводить по любой игре насколько это смотрибельно на залу это интересно насколько эта игра расположена к этому если там какие-то гличи если там вот такие смайлики сань смотри что опять своровал что-то короче на один из тримпедств пришел джентльмен с этой вывеской вот такой большой сплакатом и вот так вот поднималась я сижу тоже на стенде болтаю вам смотрю я кончился сразу я сразу хочется короче ребята на месте на месте ребята рофлят это хорошо это главное так что так вот а да по поводу того то что ну да может получить спроса лук какая скучная ребят просто ну и опять же скучная залупа для тебя но для кого-то может быть кайф кто-то вон вообще аудиокниги слушает но это достаточно интересно 15 куча видите мемов с они узнают просто встречают на год гейме различным мемом сейчас 15 и варельный вы лучше да нет вы лучше ребята были ты ты вот это же лучше ты верно сколково в целом он нормальная тема здесь но площадка действительно хорошая спасибо организаторам хотя бы за это потому что ребята то есть тоже те кто критикуют а не забывает о том что два года вообще не было ивентов и это по сути первое ивент хоть что-то хоть что-то хотя бы в этом плане удалось продвинуться стрим-фесту а пока никому другому не удается нету игра мира нет других ивентов никаких да я думаю игра мир будет наверно потом я думаю людей не устраивает масштаб потому что нужно же чтобы как бы проходимость была и все ждать проходим и всем нужно чат у меня к вам вопрос чат чат чё вас мобстер задушил своими ролл стримами или нет отдушнила были прям вообще задушил да но я думаю если монстр за мобстер задушил то макер я думаю никого никогда не задушит макер еще начинается по геймера там ведет свою деятельность и всегда с большой любовью воспринимается аудитории комментатор по кибер спорту здравствуйте 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 бига тут люди приходят а можно будешь просто так что ли получается саксарян нас тут посадили чат развлекать макера 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 чат макера чата привет что там вопрос есть говорит сам душнила со своими такая-то не спорю я понимаете душнила душнил увидит издалека здесь как бы два душны душнил эти еще сидят ребят если кто не курс я король душнил и я там где-то на третьем месте но мы быстро мы сейчас пойдем в капсулу так что давай чат что быстренько давай я думал чем пахнет вопросики чё там почему вот уж разжирел интересно почему будешь разжирел ребят изоляция вот подошел вот авер похудел я пожирел понимаете каждому свое ребят вот авер чем занимается спортом а я чем стримами вот соответственно вам и ответа на вопросы стримы ночные стримы марафонские сидячий образ жизни все остальное никто от этого не застрахован не то чтобы ну да набрал нормально скоро 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 я вот просто видите негодник меня уговорил я пришел сегодня так что он сказал что это твои руки чё там забанить кармика на загрязные слова одея говорю я не слышал тебя грязные действия на стримкате еще когда но грязные такие знаешь такие похотливые слова грязные не видеть мне но мы с тобой спали просто по ну да там был не удержаться согласен понимаю полила после этого так ну ладно ну короче короче комфортные жизни ребята вот и как бы короче смотрите на самом деле ответ просто когда ты в пленешь до хера и никакие другие действия не делаешь то есть под 12 часов очень быстро происходит следующее ты жиреешь привыкаешь комфортной жизни и все пизда проблемы со спиной с жопой там блять начинаются пока нету но это пока пока ко всем постучаться как говорит кейт постучаться к нам ко всем кармик с удовольствием вдвоем обыграют аппера варик конечно к сожалению я помню только один момент когда я играл варик 1 в 3 я выиграл это было на работе когда чуваки вообще играть не умели вообще они вообще играть не умеет учета заработал банки работал короче мы играли в варик и там чуваки такие говорят о давай варик поиграем ты умеешь варик играть а я такой подхожу смотри они там с мышкой познать и мышка такие елось это в одной руке кока-кола другой мышкой ну в принципе понятно ребята даже не знают о том как играть варик на самом-то деле это я не знал то что это самый истинный кайф когда ты вот сидишь с кокополкой и вот мышечкой и компанию проходишь там самого отца вот это отца вермов там настроил пачку короче полетел когда джебус ауткаст джебус ауткаст часто распространенный вопрос я ребята пока что не настолько устал от героев что поиграть в ауткаст такой ответ ну ладно ауткаст норм но мне понравится компенитив героя я упырь отличный вариант для тех кто не понимаешь шутка не майкер посадил на скала говорите хотите понимаете то есть он сказал фактически можете чатик нафиг послать вот я сейчас деликатно я деликатно я деликатно понимает чё зовут к забус ауткаст это игра на джебус кроссе переделанная магия переделана и ты играешь одним героем одну конец подвигаешь там зрелищные финалки но при этом типа динамика механика игрой совсем другая не новые нарезки флекс машины блин ребят но ведь вам что нужно опять флекс машин но скоро будут я думаю после на сегодняшний автопати на который мы поедем может быть будет нарезки с флекс машины так что вот так у нас а это голосование идет какой-то две минутки пока вы относите к серии игр и ador а чё это такое к сожалению тоже не знаю вот здесь например кингс баунти 2 есть отличный стенд вот к ней относимся очень тепло это родитель героев и эту игру я принципе что а вот про кингс баунти еще стало известно два года назад на геймскоме сейчас уже все близко так и давай давайте от еще вопрос еще давай чат нормальный вопрос давай ну-ка спрашивай у меня спрашивай его спрашивай его спрашивай нас просто народ флексе чисто вилкой в глаз или попу раз но как ты видишь у нас по два глаза сам понимаешь однажды я выбрал однажды подожди сейчас как же однажды я выбрал вилку но она сломалась да наверно а то и фанда пюре кстати его его на водичке делала на водичке доделала на молоке где-то молоко у него нашла он сам не знал что не молоко есть когда как пары на принципе варен и кстати катка я думаю будет скоро скоро будет хотя у тебя у меня скоро да у меня скоро давнин давно не было каток с твариной а ставишься до ивенты какие-то просто единственная ситуация сейчас в том что тварина не играет джебус и он сказал что он готов играть джебус только за деньги с деньгами соответственно вопрос решим по датам все обсудим я думаю по всему что-то с твариной будет обязательно с александр большой респект с ним всегда получаются интересные красочные игры он мега колоритный чел героев и с ним для меня играть это большое удовольствие и уважение мое уважение как говорится к александру поэтому ждем я сам заинтересован в этом меня кстати немного реально я не понимаю людей говорят на годгейме можно запрещенку говорить давайте выскажите ребят я вообще нет желания вообще говорить эти слова да абсолютно они когда-то и выскакивали давно виду кому-то или не когда даже на стримах типа когда еще она не была не забанена на свече за прищетку то есть это типа либо был какой-то мем либо какой-то рофал либо чё-то типа того поэтому я не понимаю у всех бомбление на эту тему а по сути как бы ну просто стриминг приходит к телевизору на телевизоре тоже вообще нельзя ничего говорить если чё на телевизоре причем даже цензура гораздо более жесткая чем стрима в этом вопросе как вылечить спидорак да он сам проходит со временем стать шведский я вот реально те говорю я приехал со швеции заболел какой-то фернёй который вообще по ну да то есть я переболел ей потом меня кашель был три месяца сука я просто кашлял ну я кстати возможно это было уже коронакса возможно первое знает я вот просто честно говоря не знаю но говорят то что после короны бывает такой эффект остаточный тип очень долгий кашель и я сейчас так вспоминаю вот этой дресней на ивенте в швеции заболел и возможно это была она но кто знает и кстати короче вот и она сама прошла магическим я хера узнает поэтому спидорак сам сам проходит что там за сообщение по new world по new world очень тяжело ребят есть видео в ю тубе которые мы записали вместе с кейком да где мы вместе бегали видео отлично воспринялась аудитории new world перенесли для нас это супер крутая новость потому что в него планировали врываться да мы планировали врубаться было несколько за несколько против игра немного противоречивая однозначного ответа до сих пор нет сейчас его перенесли релиз будем надеяться там доделают какие-то моменты которым были претензии в общем пока ребята наблюдаем за этим явлением чуть-чуть можем ворваться по поводу золотой эпохи компьютерных игр прошла ли она или нет новинки я считаю то что определяется это новинками в первую очередь новинки иногда сейчас выходят очень годные но очень редко например как это было четыре года назад что не эксклюзив для sony playstation то в принципе охренительная игра и на компе было до хрена офигительных игр выходил а сейчас как бы такое затишье но иногда выстреливают какие-то игры индюшат и ну очень сильно радует поэтому я считаю то что нет эпоха не прошла единственное что нужно как бы сейчас просто мне кажется game dev который вот он сейчас направлен на мобильный гейминг чтобы нафармить бабла и уже есть компании которые приходят такие говорят вот мы нафармили бабла на мобильной дрочильне а дрочильне кстати это ругательство а то меня забанить да или нет это наслаждение это наслаждение да и типа они говорят теперь мы готовы сделать готовы потерять сейчас деньги да рискнуть и попробовать сделать что-то годных то есть вот уже есть саня финальную валькирию в год of war убил или нет я да я да но я на проценте на год of war игра сложности да на год of war убивали валькирии да очень просто это душ мило мне на самом деле не совсем понравилась эта тема сложность просто из-за того то что она очень долгая и одно и то же монотонная дресня валькирии убить там нужно шмотно фармить туманный шмот туманный сет много ходить бегать бегать делать собирать и пробовать ее забахать ненавидишь в слабом гире ее очень тяжело убить однозначно так что вот так а когда уже одеваешься я вот вообще не фармил типа я фармил а ты прям со старта начинал на год of war нет я два раза походил сначала на обычном на трудном а потом вот этот год of war он же сразу не открывается и сразу был да и там короче основная сложность года for как раз то что ты вначале на мобов которые так закреплял этих мобов вот этих вот так ну чё нам машут уже потихоньку заканчивать ребят сам майкер машет говорит все саня все давайте здорово дорогой большой погнали сани у нас еще к нам на капсулу ребят спасибо громадное чат спасибо большущий губей обнял обнял чатка менял